Это программа про историю, вернее про детали и всякие заковыки, которые дополняют изложение учебников и лекторов и всяких трибунов, поясняющих откуда мы происходим. Программа эта как будто про мелочи, без которых вполне можно обойтись, оглядываясь назад. Но именно с этими мелочами, в лучшем случае запертыми в скобках или вынесенными в сноски и приложения, история вдруг становится понятнее и как-то выпуклее. Ну, например, в 2010 году из Америки поперли наших разведчиков-нелегалов. Получилось так, что их предали, потом арестовали и в конце концов обменяли в результате достигнутых договоренностей между странами. Спустя время один из этих нелегалов написал роман с автобиографической основой про свою шпионскую работу в Америке. Автору пришлось много фантазировать. Почему? Дело не только в секретности, но и потому, что в соглашении об обмене американцы включили пункт, по которому все гонорары от публикации или экранизации подлинных историй наших разведчиков должны принадлежать американской стороне. То есть, напиши автор мемуары, гонорар пришлось бы отдать Янке. Мотивация всяких там бондов и современных пинкертонов нам должна быть удивительна. Хочется думать, что наши родине служат, а их, уже контрразведчики, деньги заколачивают, на чем только можно. Получается так. А знали вы, что недолеченная гонорея во время Великой Отечественной войны спасала жизнь евреям? Точнее, спасали врачи, которые в оккупацию в немецких лагерях делали евреям операции. Наносили несколько швов, которые создавали видимость якобы когда-то осуществленного хирургического вмешательства, нужного для лечения больного гонореей. Так, обрезанные спасались от гарантированного уничтожения. Или вот еще пример. Занавески на окнах. Ерунда какая мелочь. Но в 43-м году одного 18-летнего парня призвали защищать страну от фашистов. Погиб он 1 августа, когда наши гнули Орловско-Курскую дугу, близ села Красниково Крамского района. О его смерти матери рассказал однополчанин, которого отправили в госпиталь поправляться от ранений. И та пошла за сыном. Мать не остановили ни расстояния в 100 километров, ни то, что это была прифронтовая полоса. На поле лежали неубранные трупы. Мать их осматривала, пока на ногах одного не увидела собственные занавески, отданные сыну на портянке. И 10 дней мать и дядя везли бойца на тележке домой, чтобы похоронить с молитвой. Только представьте себя на этом поле с почерневшими вздутыми трупами. Разве для матери занавески это мелочь? Итак, внимание, говорят краеведы, поисковики, реконструкторы, музейщики и ветераны боевых действий. Мы сейчас находимся в зале природы Орловского края. И данный экспонат – бурый медведь, гость Орловщины. Он к нам прибыл с Дальнего Востока. Это уссурийский бурый медведь. Его рост 2,5 метра, вес 250 килограмм. В чем его особенность, как он нам попал в музей? Конечно, это до-революционное поступление. И есть версия, связанная с тем, что он поступил из имени Юросовский. Юросовский – это дворяне, древний дворянский род Орловщины, который много сделали для Орловского краеведческого музея. И вот Александр Константинович Юросовский в свое время, в начале века, участвовал в русско-японской войне. И есть большая вероятность о том, что как раз в музей поступил он и оттуда. Вы знаете, тогда, в начале 20 века, была достаточно такая вот мода на медведя. Они стояли в усадьбах, они стояли в общественных заведениях. На тот момент были приемы и консервации. Вот чучел, используется мышьяк, что сейчас не используется в производстве. Поэтому, наверное, одной из причин, что он так хорошо сохранился, использование вот таких методов, которые, скажем так, хорошо и консервирует, и сохраняет чучело. Хотя, с другой стороны, вот за этот период времени были достаточно большие утраты, в том числе и Великую Отечественную войну. Ну, пострадали лапы, были утрачены когти, была пасть, соответственно, вот в таком вот не очень хорошем состоянии. Но была проведена соответствующая реставрация, и мы первоначальный вид сейчас вот здесь его как раз и представлен. Как всем известно, в октябре месяце 41-го года «Орел» был оккупирован немецко-фашистскими войсками, и еще в августе месяце было принято решение об эвакуации фондов музея. К сожалению, не все фонды мы смогли, работники музея смогли эвакуировать. Практически половину фондов пришлось оставить в Орле. И был назначен сотрудник Наталья Венедиктовна Орлова, главный хранитель музея, которой на тот период времени было порядка 30 лет. Ей было поручено обеспечить сохранность музея, музейного фонда. Никто не ожидал, что вот эта ее работа пройдется на протяжении 22 месяцев. Оккупационные власти приняли решение об открытии музея. В начале октября был пожар, в начале октября 41-го года был пожар, но в феврале были проведены небольшие ремонтные работы, и музей был открыт. И один из предметов, который был представлен в экспозиции, было чучело медведя. Это трагические страницы для музея, потому что, к сожалению, многие предметы были утрачены. Еще в свое время, лет 10 назад, был издан сборник утраченных ценностей. Поэтому предметы в свое время даже находили на территории Германии музей и возвращали обратно в Орел. Пример такой вот коллекции «Неолита». Прямо вместе с щитом, на котором были закреплены эти предметы, были найдены в оккупационной зоне Германии, за которую отвечали американцы. И только благодаря вот этим номерам, инвентарным, которые были нанесены на эти предметы, удалось их как бы идентифицировать и вернуть в Орел. Существует легенда, что этого медведя фашисты тоже похитили и отволокли в Германию, и что оттуда путешественника вернули в Орел после победы. Но документами музея эта история не подтверждается. Есть фотографии, где он находился, допустим, за музеем, стоял перед входом, допустим, в музей. Хотя пересказывать ту историю можно со смаком, мол, русский медведь дошел до Берлина. Но факт – он ветеран войны и даже двух войн, если вспомнить русско-японскую. Те, кто постарше помнят, медведь стоял раньше здесь, на лестнице. Имя ему никто, уборщица, быть может, не да, но там, по тапочке, по тапочке. Нет, знаете, всегда, когда приходят к нам люди, может быть, старшего возраста, где у вас медведь, то есть вот настолько это детские действительно воспоминания от посещения, и мы гордимся, что он у нас на протяжении стольких лет здесь находится. И я думаю, что сейчас дети, которые приходят, через какое-то время они приведут своих детей, потому что действительно это уникальный предмет. Медведь давно стал символом музея, и, быть может, ему имя еще придумают в результате какой-нибудь музейной акции и голосования. Кстати, об акциях. Регулярно в Орловском краеведческом музее проводится праздник Мишки. Следите за объявлениями. Эти праздники у нас проходят регулярно. По праздник Мишки мы приглашаем детей из детских садов, мы строим такие небольшие мероприятия, где как раз рассказываем историю медведя, ну и его, историю вот именно этого конкретного медведя, ну и вообще об этом виде животных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова